Очень важно отличать женщин талантливых, женщин, которые счастливы в отношениях, которые находят себе мужчину равного или превосходящего его по достоинству. Катя, то есть вы используете слово эмансипированных с такой долей иронии? Мы уже перешли на вы, друзья. Да. А, да. Мы эмансипировались окончательно, да. Тоже в нашу беседу, друзья. А вот у нас есть сообщение, пишет нам Ольга. Если женщина сильная, самостоятельная, хорошо зарабатывает, нужен ли ей вообще тогда мужчина? И какой мужчина может быть рядом с ней? Ну, вот такой, как мужчина-подружка, как я говорила. Кстати, девочки, очень много примеров, когда женщина работает, а мужчина сидит дома, как мы уже сказали ранее, домохозяин, и ее все устраивает, и его все устраивает. У меня есть такая знакомая семья, она очень успешный врач, очень. Она зарабатывает прилично в частной клинике, а он сидит дома, воспитывает детей, и возит их в гимназию и так далее. Ему это очень нравится. Почему нет? Ну, кстати, да, если никого эта ситуация не смущает, если всем все нравится, почему бы и нет. А если мужчина эта ситуация не устраивает, будет ли он терпеть такие отношения? А что значит не устраивает? Вот, то есть ему не нравится, что его держат, ну, так скажем, под каблуком? Ему не нравится, что... Ну, подождите, есть же стереотипы у нас, куда же мы от них денемся? Что женщина должна сидеть дома, а мужчина должен работать, зарабатывать деньги. Здесь получается все наоборот. Женщина работает, мужчина сидит дома, и мужчине некомфортно. Он все время говорит, напоминает, что ну как же так, я же не работаю. И этот патриархат мы вычеркиваем. Да, к сожалению, очень многие мужчины, которые не склонны образовывать связи с антипированными женщинами, быстро их разрывают. Даже если случается такая страсть, она очень быстро проходит. А вот мужчина, который уже, да, находится долгое время в подобных отношениях, он привыкает к этому комфорту. И он перестает искать способы выхода из этого замкнутого пространства. То есть ему комфортно и все. Ему комфортно, ему хорошо. Более того, очень часто приходится сталкиваться с тем, что вот такая эмансипированная женщина приводит мужа на консультацию, говорит, вот сделайте мне так, чтобы он работал, сделайте так, чтобы он чем-то занимался. И как только мужчина делает первые шаги, она тут же идет его по рукам. Ну, например, словами. Но эта работа тебе не подходит. То есть ей так некомфортно. Да. Я скажу так, какой бы эмансипет ты ни была, в споре с мужчиной последнее слово должно всегда оставаться за ним. И это слово должно быть, конечно, любимым. Какая ты мудрая, ты знаешь, у меня сейчас было желание просто тебе поаплодировать. А я скажу девочке совершенно неожиданную вещь. Несмотря на мой образ сегодня, сила женщины в ее слабости. Мужчины редко понимают женскую логику, а женщины мужскую почти всегда. И мы уже об этом говорим. Мы способны раскусить мужчин, а они нас нет. Они нас не кусают. Потому что нам удобно считать себя такими хитренькими. Так мы чувствуем себя более защищенными. И чувствуем, что мы в безопасности. Потому что с ума можно сойти, какие мы слабые и беззащитные перед вами мужчины. Что сейчас говорит Екатерина? Наташа, ты слышишь? Я не понимаю. Я заговорила на мужском языке, они перестали меня понимать. Я согласна себя понимать. Имея дело с женской логикой, собеседник должен быть внимателен. То, что сказала женщина, что хотела сказать и что фактически сказала, это три совершенно разные вещи, на которые необходимо обращать, однако, же внимание. Что она говорит, она что-то имеет в виду. И вообще, ты что-то должен понять из того, что она сказала. И попробуй понять неправильно. Давайте разберем пример. Давайте. Я даже читала интересную вещь. Началось все с того, что она сказала... А, ей нужны были новые туфли. Так. Ей нужны были новые туфли, она начала с лампочек. Которую он не может вкрутить уже три месяца. Ну, как бы намекает. Она ему сказала, что да ты вообще ни на что не годишься. И вообще... И диалог, состоящий из 30 предложений, все пришло к тому, что ей нужны новые туфли. И платье тоже. Ну, в общем, как она от лампочки к туфлям, ты уже не помнишь. Я не помню. Это не важно. Это не важно. Потому что главное, это туфли. То, что он должен был услышать в первом же предложении про лампочку, это были туфли. Конечно. Другая бы женщина догадалась, вы считаете. А вот мужчина не понял. Да как он... Чего она хочет, собственно, от него. Ну, а вообще, вот эта история, если разбирать ее в психологическом плане, она, конечно же, про то, что часто мы женщины не умеем просить. Потому что гордость не позволяет, убеждение опять же. Да, говорят же, мужчины понимают вот так прямолинейно. И надо ему прямо сказать, я хочу новые туфли. Это стыдно. Нет, не спрашиваю, хочу. Купи мне новые туфли. Так, будь я с тобой еще какие-то. Он скажет, хоти. Дальше. Покажи, да, еще какие-то. Покажи конкретные туфли. Да, но, вы понимаете, здесь еще есть такой момент, как страх отказа. Потому что у меня есть одна тоже клиентка, которая не только подвела мужчину к кольцу с бриллиантом, но и, так сказать, указала ему на конкретное кольцо. На его место рядом с этим кольцом. На конкретное, конкретное, розовое, розовое, девочки. Как киоск с бриллиантом. Дорогой, посмотри на нее, такая вот прям красивая, такая умная. Как она готовит отлично. Ну, пожалуйста, скажи, что она мне и в подметке не годится. Я хочу быть для тебя единственной. Эта гадина спит со всеми подряд. Боже мой, я все бы на свете отдала за такую грудь. Я не верю, что я могу нравиться. И мне следовало бы повышать свою самооценку и уверенность в себе. Нет, ее к огне ищи, и эта боль со мною живет. Говорят, капусту надо есть, но от нее раздувается только живот. Специально я детей рожала, чтобы она побольше стала. Но оказалось, это только временный эффект. Хотела бы грудь такую, чтоб когда бегу, пила бы прямо по лицу. Хотела бы грудь такую, чтоб когда лежу, прямо еле дышу. Хотела бы грудь такую, чтоб когда стою, тянула бы прямо вниз. Хотела бы грудь такую, чтоб если иголкой пнуть, прямо взорвали. Зато у меня есть мозг. Как говорил Белинский, ум – это духовное оружие человека. Ты еще и умная. Неужели все одинаковые, и всем это важно? Часто пишут, что женщины хотят замуж, чтобы именно чувствовать эту стабильность, уверенность. Наташ, как у тебя? Ну, если ты планируешь иметь детей еще, мне так кажется, то, конечно, эта уверенность обязательно должна быть. Потому что детей растить, учить, со всеми вытекающими, как бы, да. А вот если уже как бы все с тобой хорошо, то, не знаю, мне и так хорошо. Мне даже один день будет хорошо, и спасибо вам, дорогие мужчины. Наташа, как всегда в приоритете, бабочки в животе и сердечки в животе. Вы не представляете, да. Бабочка уже посмотрит, Наталья. Ой, девочки, посмотрите. Я готова. Наталья готова. Женщина с бабочкой в животе, да? Вообще, все сошлось. Наталья, если у вас плохое настроение, депрессия или еще что-то, вы идете в магазин и покупаете себе красивую вещь. Вы ее надеваете, смотрите, какая вы красивая, делаете прическу, и понимаете, что все хорошо, и никакой депрессии. Хотите, я вам покажу, как это должно быть? Да, пожалуйста. Вот если у вас депрессия, то вы пока о чем-нибудь с Катей поговорите, а я к вам сейчас подойду. Ну, а я знаю, о чем вы поговорите. Я скажу, как мы... Депрессия, слово в быту используется, когда у нас плохое настроение. Но в клиническом понимании депрессия – это заболевание. Поэтому мы, конечно, используем слово депрессия в бытовом понимании, плохое настроение, и тогда платье поможет. Если, к сожалению, речь идет о клиническом заболевании, то только врач, психотерапевт и платье помогут вам выйти из этого состояния. Вот так должна для женщины выглядеть весна. Вот так. Вот просто всех с наступлением весны. Девочки, в таком виде я думаю, что настроение не может быть плохим. Как ты была права. Друзья, напоследок большой вопрос и очень полезный ответ. Как же сделать так и что сказать мужу, если очень хочется пойти с подругами, например, в спа-салон? Муж не пускает, а очень-очень хочется. Давайте такую полезную рубрику напоследок. Что сказать, чтобы и муж отпустил, и с подругами сходить, отдохнуть и расслабиться? Какие есть предположения? Наталья. Невозможно же, вот мы вспоминали уже служебный роман, мелькать вот это друг у друга перед глазами бесконечно. Надо отпустить, чтобы она вернулась к тебе новая. Ну, то есть ты говоришь, что я приду в хорошем настроении. Конечно. Я соскучиться по тебе хочу, дорогой. Ну, спасибо, бедный, дорогой. Подумает. Вот, да, вот, Катя, переводчик, он подумает, надоел я ей. Хочу по тебе соскучиться. Хочу по тебе соскучиться. Она хочет по мне соскучиться, я ей надоел. Вы теперь понимаете, почему я до сих пор не замужем? Потому что у меня такие дурацкие советы. Не очень-то ты скучаешь, да, без мужей. Катя, как ты думаешь? У меня потому что отличные подруги. Сказать, вот если так, тезис на несколько предложений, чтобы, знаешь, как выстрел, оп, и он тебя отпустил. Ну, уже мы чуть-чуть затрагивали эту тему, исходя из контекста, сказать, что люблю, ценю, единственный, неповторимый для тебя. Целую, пошла, пока-пока. Да, если, конечно, тебя что-то смущает, можешь забрать, привезти, забрать. Вот, ну и... Да, 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 и, в общем, мы на связи, вот, телефон работает. Поэтому я думаю, что, конечно, в идеале, да, не нужно оправдываться, не нужно ничего никому доказывать. Нужно выстраивать такие отношения, в которых не придется оправдываться, уговаривать, объяснять. В хороших отношениях люди доверяют друг другу и не требуют отчета. Ну, а мы сегодня самые хитрые, мы совместили работу и отдых, чего и вам желаем. Девочки, знаете, о чем я сейчас подумала? Если муза сидит дома, готовит, стирает, убирает, вдохновляет своего мужчину, ублажает, и вот он весь такой утром выходит наглаженный, удовлетворенный, довольный, в гармонии с собой. Весь такой душистый, ароматный, у него все прекрасно, и вот он выходит в свет, где не все курочки являются музами. О, боже. И начинают просто прилипать. К петушку. Я в хорошем смысле этого слова, который перышки вот это распушил. И у меня есть, конечно, знаю, у меня есть такой пример, потому что я знаю дома мужчину, не будем называть имен, у него вот как раз семья вот просто идеальная. Я видела супругу, умница, красавица, ребеночек, все, вот он весь такой чистенький, обласканный, ухоженный, выходит утром на свою творческую работу. А там курочки. А там этих курочек не протолкнешься. Курятник такой, что очередь просто стоит. А у меня что? А что он? У него работа такая. Он должен каждый, как бы... Что? Ну вот, даже не знаю, как это приличным словом назвать. Ну, потанцевать, например, я уж не знаю как. Думайте, что хотите. Просто работа у человека творческая. И потом, а курочки вот эти между собой. И каждая претендует, понимаете? Потому что, как бы... Слушай, а курочки знают, что он женат? Конечно, знают. Конечно. Да что ж за женщина, что же это вообще? Ну, так бывает. И как устоять ему, я даже не представляю. Поизносился весь худенький такой. Бедненький. Да. То есть, получается, что женщина, которая отпускает такого мужчину, она абсолютно уверена в себе. Это к тому, что какая эта женщина? Слабая, слабохарактерная или сильная? Может быть, она сильная и мудрая, да, Кать? То есть, она его нагладила, начистила и отпустила. Если ты вот ухватил себе мужчину талантливого от Бога, да, будь мудр, так, будь мудра. Да, будь мудра, да. Ну, сложно сказать, я не знаю, что имеет в виду Наталья, кого она имеет в виду, но может быть и так, что жена просто не в курсе. Где он работает? Нет, ну, что там такая вот ситуация сложилась, сложная ситуация сложилась. А может быть, жена действительно настолько мудра, что понимает, что ее творческому мужу необходимо какое-то вдохновение. Или, например, она понимает, что это входит в стоимость путевки под названием «гениальный мужчина». Вот, кстати, мы смотрим сейчас работы художника, да, где он рисует жену и натурщится. И натурщится обнаженную. И натурщится обнаженную, да. И я вот, знаете, думаю о том, что, наверное, не каждая женщина вообще вытерпела бы это. Не каждая бы справилась, не каждая бы согласилась. То есть это уже определенный, так сказать, психотип женщин, которые принимают в своем мужчине и вот эту его мужскую часть, которая иногда вот самовыражается таким образом. Что для одного хорошо красиво, то для другого отвратительно. У тебя нравятся эти оранжевые шторы, например. А твоего мужа они бесят, вот просто раздражают. Он не может находиться в этой комнате. А именно обидно, когда его бесят, то, что твоя мама выбрала чудесные обои, да? Прекрасно. Человек от всей души купил, понимаешь ли, цветочки и украсил ими вашу спальню, пока его не было. Сюрприз, так сказать. Может быть, надо все это выбирать вместе, а не с мамой? А ты думаешь, вместе нет проблем? Я слышала столько историй, когда люди, семейные пары, приходили в магазин, пытались выбрать да что угодно, даже обои. И расходились мнения настолько, что вплоть до развода. Понимаешь, семьи разбиваются. Ведь можно понять, действительно, когда мы говорим, что ой, сейчас мы сделаем ремонт, мы переклеим обои, мы поменяем люстру. И казалось бы, что здесь сложного, да? Пришел, выбрал красивую люстру или красивые обои. Но нет. А если тебе нравятся эти обои, а мужу нет, а вам, например, спать в этой спальне, и что тогда делать? Тяжело не только, когда много имущества. Я поняла, девочки, тяжело еще, когда есть муж. У меня-то таких проблем нет. У тебя своя формула успеха. Вот все у меня подходит, беру. И никого это раздражать не будет. Нет, если вдруг кто-то зайдет, и его это будет раздражать, он выйдет и больше не вернет. Формула Натальи. Нет мужа, нет проблем. Запрещенные приемы. Итак, вредные советы от меня лично. Если вам понравились вот эти самые обои с розочками, вот с такими. Или вот такой смеситель. Или смеситель, или обои с какими-нибудь предметами, формами, шариками, например. Просто поплачьте. Пустите скупую женскую слезу. Стоп, 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 стоп. Это были вредные советы. Рубрика вредных советов. А теперь как правильно? Полезный совет. Конечно, договариваться. И лучше всего, если вы найдете компромисс. И, кстати, сейчас современные технологии позволяют сделать одну стену одного цвета, другую другого. И все это объединяется настолько оригинальным способом, что получается еще лучше. Пусть он в спальне смотрит на одну стену, а она на другую. Я поняла, когда я захочу выбрать обои, я пойду с Катей. А мне кажется, Наталья, когда ты захочешь выбрать обои, ты пойдешь одна в красивом платье на каблуках, на лабутенах. И тогда в отделе обоев вы встретитесь именно с тем мужчиной, которому понравились именно эти обои. Я поняла. Я никогда не выйду замуж, никогда не поменяю обои, по твоему совету, потому что никогда я не хожу по магазинам на каблуках. Я нашла новый способ знакомства. Подходишь, понравившись обои, просто ждешь. Субтитры сделал DimaTorzok Я поняла, на кого он оптас тоже. Итак, он смотрит на тебя оценивающим взглядом с ног до головы, окидывая как бы всю твою фигуру. Рассчитывая на скидку? Что, на что он меня оценивает? Он оценивает Наталья вообще, он оценивает тебя в целом и в детали. Как ты одет, как ты выглядишь, да. Присоединяйся. Наталья, да. И вот если в такой момент ты посмотришь на него, скорее всего, он попытается избежать взгляда. Ага. Сделать вид, что он вообще на тебя в этот момент не смотрел. И здесь, конечно же, возникает другой вопрос. Другой вопрос возникает, а вдруг все это вот, вот это все, вот это все, вот это все, вдруг это все для кого-то еще. То есть вот для кого-то еще? На твоей работе, да. Ах, на работе. А если мы вот при этом всем в парке? Ну посмотри, вот сколько девушек в парке. Да, они все на него, извините, на него и смотрят. Да, ты понимаешь? И непонятно, для кого вот это все, понимаешь, Наташа? Зачем он мне такой нужен? Ну, Наташа, я думаю, что пора, пора для наших телезрительниц, которые стесняются и не решаются включить Наталью, выключить робкую и нерешительную девочку и включить Наталью, и, может быть, наконец-то задать ему все те самые вопросы, которые ты хотела задать с самого начала. Назрели. Назрели, но которые я не давала тебе задать, да, для того, чтобы мы смоделировали ситуацию, робости, неуверенности и нерешительности. Вот, что бы ты спросила его, о чем бы ты... Даже спрашивать не надо, я ему сразу сказала, мужчина, вы когда вот это все, вот это вот передо мной сейчас делали, вы бы сначала дома перед зеркалом потренировались, так на трезвую голову, посмотрели бы, как это выглядит, сняли бы, например, на видео, потом посмотрели бы по телевизору и поняли, мужчина, у вас нет шансов. Знаете, девочки, на самом деле, это вот похоже на то, когда нужно сдать в магазин ненужную тебе вещь. Вот купила, думала, что вот будет приносить счастье. Вот так, например? А нужно сдать. И вот как бы ты понимаешь, что, может быть, в магазине не сразу захотят эту вещь взять, будут внимательно рассматривать, но в итоге по закону имеешь полное право. А правах потребителя, да? Можно вернуть. По закону имеешь полное право. И, конечно, здесь может быть и чувство вины, и неловкость, и как социум оценит мои действия. Но представьте себе, вот эта вещь была ненужная у тебя дома, нелюбимая, а в магазине она кому-то будет нужна, и найдется новая. Живешь, пользуешься и чувствуешь себя женой козла какого-то. Оказывается, его можно сдать обратно. Замечательно. Я так делала. Я прям вот собирала вещи, ну вот козла, как бы, и относила маме. И прямо тогда позвонила в дверь, поставила через порог сумочке и говорю, это вам. Повернулась и ушла. Ой, маме... Внимая сцена. А какая-то козочка уже ждет его. Конечно, и прибрала, я знаю. Рада, Радюшенька, что у нее теперь есть такой замечательный мишка. Но я знаю, что у тебя другая тема есть, которая тоже очень-очень интересная и касается всех нас. Есть, потому что вот мы начали, когда говорить про расставание, и вспомнили, что расставание, в общем-то, и умение сказать «нет», и все, это конец. Не только с мужчинами, может быть, может быть, с друзьями, например. Или с подругами. С подругами, как бы, да. Может быть, этот человек в твоей жизни уже сыграл свою роль, и надо расстаться легко. И ты понимать, что и ты в его жизни роль уже сыграла. Ну, как-то вот тоже бывает трудно это сделать. У меня помимо покойных мужей есть и такие же подруги. И, ну, как-то это было, в общем-то, безболезненно. Потому что вот прошел этап, вот так же, как с мужчинами. А он прошел у тебя и у подруги одновременно? Ну, вот как говорила Катя, думаю, да, просто один понимает это чуть раньше, а другой чуть позже. Скажи, Над, а ты в эти моменты пытаешься что-то выяснить, объяснить? Или просто разворачиваешься и уходишь? Нет, я думаю об этом. Я думаю об этом много, как бы, заранее. Я анализирую сама с собой. А потом я просто ставлю человека перед фактом. Ты все-таки ставишь перед фактом? Ну да, потому что вот эти вот, не возникает же ссора на ровном месте, например. Возникают какие-то отношения, которые тебе становятся в тягость. Плохое надо из своей жизни как-то удалять. Вот интересно у тебя, у вас ссоры и расставания. У меня почему-то в жизни всегда получается, что подруги, которые когда-то были моими подругами, они просто, вот если можно так сказать, отваливаются сами по себе. И мне не приходится ничего объяснять. Это все настолько очевидно, без скандала. Естественным образом. Естественно, очень ровно, очень понятно и причем обоюдно. Может быть, это такой комфортный способ, но не знаю почему. Может быть, только у меня так получается. Может, кому-то нужно расставить все точки над «и». Многие говорят, что нужно все-таки выяснить, в чем была проблема, почему случилось это. Ну, это опять то же самое. Почему я расстаюсь тяжелее, может быть, потому что отношения еще не закончены. Вот у тебя они закончены, все, раз и расстались. А у меня, значит, еще нет. Может быть, я чувствую с той стороны еще необходимость в общении. А со своей стороны, ну, уже все, я не чувствую такой необходимости. А, в общем-то, это страшно. Как бы человек, с которым ты общался довольно продолжительное время. Доверяла все секреты. Нет, абсолютно не в этом плане. Вы же знаете, девочки, я и здесь рассказываю все, и всем.